Невозможно. В связи с этим вспоминается, был такой эпизод, несколько лет тому назад, о нем даже Москва в своих теленовостях сообщала. Дело было в зимнее время, как раз в Ярце, это внизу, ну южный берег Крыма, там не снежинки сухо, а на Петре снегу навалило. Ну и вот снизу, внизу там нашлись желающие, захотелось людям съездить на зиму посмотреть. Ну, часть людей поступила разумно, тогда еще сработала канатная дорога, они машину оставили внизу, а сами по канатке поднялись наверх. Ну, нашлись такие, которые решили вот по этой дороге своим ходом заехать на гору. Ну и где-то примерно на пол дороги попали в снег и не встали. В общем, это пока из Ярты еще прислали эти грейдера, пока они добрались, пока расчистили это все. В общем, в снежном плену эти машины пробыли достаточно долгое время, несколько часов стояли там. Ну вот, бывает и такое, ну что сделают. А, кстати, название Мисхор, оно происходит от двух греческих слов «Мисихории», что в переводе означает на русский язык «серединное село». Мисхор, он и находился как раз посередине, как поселок, между Кореизом и Каспорой. Вот справа, это вот гора, которая Ялту с запада прикрывает, Макаби она называется, в переводе с тюкского «Кудрява» или «Кучерява». Она, видите, вся поросла хвойными лесами, это опять же сосна Крымская, она же сосна Паваса. Ее так назвали в честь выдающегося ученого, естественно, исключателя, голландца по происхождению, подданного российской императорской короны, академика Петра Симона Паваса. Он, кстати, был в Судаке одним из основателей, первым директором первого в России казенного училища «Винограда и вина». Это училище просуществовало там, в Судаке, 40 лет примерно, потом его перевели сюда, на южный берег Крыма, в общем, присоединили к «Винкомбинату» славенитому «Массантра». Немножко пока мы в Ялту спускаемся, предыстория этого города красивого. Ялта нынче почти не уступает Сочи, так же выглядит внушительно, красиво, много очень современных зданий, в том числе и высотных, понастроено. Набережная красивая теперь, что мне вот лично нравится, когда уже Крым вернулся в составы России. До этого там набережная была, что называется, запита всякими торговыми точками, из-за них даже моря толком не видно было. Но вот Крым вернулся в Россию, эти шалманы, торговые все...